А тут триплой. А там тоже дабла будет. Там тоже 4CL явно что-то готовит. Потому что будет Doom, будет Лич на одной линии, наверное, стоять. Я так предполагаю. Ну да, и представь, за ним подайвить-то в начале игры, это же просто сам Бог велел. Которого нет. Или есть, не знаю. Пятый пик для команды четырех клеверов и лепрекона. И нашему вниманию еще целых полторы минуты есть у клеверов на раздумья. Пайкат призадумался слегка. Но опять же, какой-нибудь мощный лейтер на Дума здесь расчета нету. Потому что, скорее всего, его используют как дизейблеры. И как ганкера по большей части. То есть, Джаггернаута я не видел в банах. Какой намек на то, что, во-первых, Джаггеру... Найт Сталкер. Ничего бы нет. А, слушай, а если они вообще возьмут и отправят секси-бамбу на Найт Сталкере? И вообще в миды играть нет. Ну, Никва. Никва у них играет мидером, он пойдет вайпером. Это, разумеется, пингвинчик. На Квапе действительно будет фармить Лимб, который у нас играет на мид позиции. В комплекте гейминг забирает себе алхимика. И здесь у нас, да, не остается сомнений никаких алхимик в миду. Ну, поглядим, что из этого получится. Я пока, если сравнивать пики, то, конечно же, алхимик является более чем неприятным герой в миде, потому что он очень быстро фармит. Интересно предпочтение Лимба увидеть в плане сборки алхимика. Они бывают абсолютно разные. Есть те, которые мы привыкли видеть в последнее время, есть более какие-то классические варианты сборки. Тут интересно будет посмотреть, как он на нем отыграет. Ну, что ж, именно так. Давайте, да, с косточком представления команды. Я представлю команду в комплексе. Тесвиндл Мэллоун заиграет. У нас Лорд Арилимп играет на алхимика, пингвинчик на Квапе. Асфрик играет на Анданге, Ханский на Рубике. А, четыре клевера или Прикон. Пайкат будет исполнять Дума. В данном случае Сакси достался Лич. ЕГМ играет на Спирит Брейкере. Никват играет на Вайпере. И Секси Бамбу в этот раз будет исполнять Найт Сталкера. Не первый раз Найт Сталкера в Секси Бамбу. Хотя я давненько не видел, чтобы ему давали шейкеры. Хотя вчера на бурде он был великолепен. Да. Но, на самом деле, я очень много говорил вчера про маговскую бурду. Ему ждали, в конце концов, взять ее. Матч Вега Империя. Это было весело. Более того, там даже уже в чатике были ровные серии. Все, мать, тебе весело. Но все, мне было хорошо. Ладно. У нас матч Комплексити против четырех клеверов Лепрекона. И мы начинаем на это дело смотреть. Скоро будет рун-контроль. Опять же, обратим внимание на те варды, которые имеются на карте. Единственный вард, который был, он сервер от Комплексити. Так, чтобы обезопасить своего... Это обычно ставится, когда все-таки там находится один герой. Да, да. Поэтому соло-изи, скорее всего, в исполнении пингвинчика мы увидим, как и предполагали. Господи, боже мой. Вот что интересно готовит Комплексити. Им, конечно, в драку вступать не стоит. С другой стороны, они понимают, что Лим будет без активного стана. Он возьмет монетку, чтобы схапать руну. Ну, остальные герои особой угрозы не представляют. Я бы даже пытался, может быть, драться на месте Форсиел. Если бы они знали, куда точно придет соперник. Ну да, там и Войт есть, там можно и разбежаться, как бы. Там можно и поплевать сверху с этих, скажешь, наплевок вайперов. А вайпер очень хорош на Ферстбладах. Да, да, да. То есть поздно так и пошел. Даже без всяких там раздумий, да. Ладно, у нас небольшая пауза. Что у игроков происходит, мы понимаем. Потому что написали в чате, мол, типа, что-то там не так. Опциями. Опции самой игры, это, знаете ли, такая вещь, которая делегируется, да. То есть у тебя может быть опция, которая установлена на самом компьютере. Соответственно, ты... Ладно, игра начинается. Вернее, игра продолжается. И мы переходим прямо на поле сражения. Господи, мне показалось в какой-то момент, знаешь, с этим вот разговор про шапки, если заводить, что EGM под айоншеллом от этого, скажи, от Дарксира. Но я понимаю, что Дарксира в этой игре нет, а у EGM просто светится голова и шипы торчат. Порой шапки заставляют так вот. Не проснувшийся организм слегка. Ну что ж, а пока мы видим то, что видим. Руны забирают Алхимик и Вайпер, поэтому дело обошлось без каких-либо конфликтов. И Алхимик выступает в миде. Знаешь, давно не видел, я считаю, этого героя, честно говоря, несколько имбалансным. С другой стороны, знаешь, я вот дополню твои слова про имбаланс тем, что, во-первых, им тяжеловато стоять на ранней саде игры. Более того, если Лим пойдет в того Алхимика, который будет фармить, да, именно фармящий Алхимик, то есть в первую очередь там собирающий себе какой-нибудь Radiance и так далее, и так далее, то сколько видел я игр с Алхимиками, с Радиками, Акторинкорами и так далее, и так далее, они всегда были проиграны. Просто по одной простой причине, когда ты ставишься на мид по классике, доты, ты, мидер, ты должен ганговать, ты должен устраивать кипиш на карте примерно с получением, там, допустим, шестого-седьмого уровня, да, своего. Так большинство мидеров делают. Алхимика это делать не способен, потому что он проводит первые, там, допустим, минут десять минимум, пытаясь взять себе Радик, а после с этим Радиком он, опять же, ничего сделать не может. Ну, то есть он его есть, он ему позволяет фармить и все такое, но ничего более. Ничего более, и это как раз-таки может сыграть роковую роль. Поэтому сама матч есть в комплексе именно такого Алхимика и собирается сделать. А если этот Алхимик будет, что он через Shadow Blade, там, со всеми делами, да, с фармом у него могут возникнуть проблемы, но хотя Алхимик у него никогда с баллом проблем не бывает. Во-первых, во-вторых, можно будет пытаться как-то ганговать, выходить, что-нибудь делать, причем при этом жить-поживать, как говорится, добра наживать. Тем временем Никва отпевается потихоньку на своей линии, и мы наблюдаем за тем, что происходит внизу. А внизу Sweet'l Mellow дал по секси-бамбу краш, и просто обменивается любезностью. Не первый раз мы видим противостояние двух этих героев. Помимо всего прочего, здесь имеется и такое дополнение на дабл-линии, что с фрик, что с EGM. В целом, я считаю его... Вот помню даже, что секси-бамбу переигрывал на Найт Сталкере с Лордарой. По крипам он был несколько впереди. Но здесь сложностей больше, потому что есть фрик. И Диккей, Найт Сталкера отнимает его самую главную особенность, это количество здоровья, ну и по сути еще и хороший хеппориген. Топ Лейн, здесь Пайкат вместе с Саксой. Пингвинчик пытаются задавить, по крайней мере, крипов, мы видим, у него не так много, как ему, наверное, самому бы хотелось. Ну а Лимб, ну я надеюсь, что он будет пока что тут у нас набирать свою мощь. Все же хотелось бы увидеть алхимика во всей красе. Хотя против Вайпера даже алхимику стоять тяжеловато. Постоянно давать лужу, как бы, эсид спрей, это, конечно, круто, но Нико, как видишь, может зайти за нее, щемануть алхимика и при этом не попадать под лужу. И под Динайт Крипов, и под Ластки Крипов. Конечно, конечно же, да, у него с этим проблемы. Может, ЕГЭМ пролетать? ЕГЭМ тут мимо пробегает, наверное, есть информация о том, куда он бежит. Бежит, он, кстати говоря, на топ, но больше, наверное, даже не знаю, зачем туда бежать. В принципе, сейчас там все и так нормально. Пайкат, он, мало того, что он еще и параллельно здесь так увидел, так и ест там крипов. Вот, кстати говоря, Ice Armor получает. Секси Бамбу может получить по лицу очень серьезно, потому что там уже дропнули. Разгоняется Swindle Melon, будет еще один краш, да, и зомбаки, зомбаки подградают бамбушку. Первый фраг достается команде Complexity Gaming, минус Секси Бамбу. Да, первый фраг за Complexity. Ну, я от этой даблы, честно говоря, другого не ожидал. Она бы себя не реализовывала, если мы видим ЕГЭМа на таком герое, как Spirit Breaker. Это не постоянная дабла для 4CL. Night Stalker довольно сильный герой, но эта дабл-линия должна себя реализовывать. Тем временем ввиду нападение у нас на Лимпа. Он раскручивает, раскручивает и раскрутиться не успел. Даже за Денайт. Да, поэтому Viper за этот фраг и моментально, получается, отвечает. У нас, ребята, Секси Бамбу пришел, и краш получает от Swindle Melon, и у него, кроме спринта, больше ничего нет, но спринт позволит ему отсюда уходить. Сейчас, кстати говоря, ночь, и с Лордару здесь будет постоять несколько сложнее. Это и довольно длинный сайланс, и большой мувспид, и с атакой. Атака неплохая в Секси Бамбу, поэтому сейчас получает он войд 3-го левела. И стоит рассчитывать, наверное, и звать кого-то на помощь. В данном случае поддержку осуществить с фрик, он еще и под дабл-демджем. Именно так, именно так. Мне напрягает то, что... А, вот Spirit Breaker получил все-таки себе манки, он отошел, разворачивается. Кстати, атака от Лимпа на Нико раскручивает, но раскрутил-раскрутил, Нико успел далеко довольно-таки отойти, и будет жить. У меня просто краш в очередной от Swindle Melon, который не попадает. Это был первый, по-моему, краш, который не попадал. А пока мне хочется отметить, довольно неплохо игроки и Форсел, несмотря на смерть Секси Бамбу. Великолепный крипстат имеет и просто ущемляет права алхимика по полной программе Нико. Дум, Пайкат, делает свою работу великолепно, имея в два раза больше крипов, нежели чем Пингвинчик. А, и Секси Бамбу не уступает Swindle Melon, а впоследствии сейчас Кори может и убить его. Остается лишь внезапно подключиться ЕГЭМа. Но поскольку линия пропушилась, слушай, тут еще и маны довольно много у него. А, даже Вайдом сейчас крипа решил тут набить. Ну, понятно, у него есть манга, в случае, если надо, он сможет напасть. Секси Бамбу пока особо нет стака в Дикея, понятно. Я жду, когда там будет отвечать Форсел на топе временем Сакса. Поймал его Ханскин, подключается Пингвинчик. Сакса динается, ну, динает его Пайкат, соответственно. И здесь нападение на Swindle Melon взял вовремя Слизерин Краш. Не позволяет ЕГЭМу достать до него башем от чаржа. Пока что счет на карте 1-1. Слушай, экшен прям пока еще маловато, но, с одной стороны, я вижу пики, и я жду, 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 жду. Алхимик. Про него хочется сказать то, что это Алхимик. Он всегда свое выформит, и его, конечно, особенно в том, что он даже с самого начала лидирует и продолжает это лидерство удерживать с собой за счет медальки. Так, у нас полетело. Да, Никуа получает стан. Вайпер-страйк у него есть, но тут Рубик отбрасывает его. Так еще тамбас стоит. Он может его забрать. Он может забрать Ханскина перед смертью, и, возможно, так и будет. Нет? Нет, Ханскин живет, но разбег на него взялся. То есть на ЕГЭМ. Не добьет, даже нет смысла бежать, да. Это уже очевидно. Ну, миддл вайперы здесь, к сожалению, именно саппорты, которые есть в 4CL, они никак не способны ему помочь, даже если они придут. ЕГЭМ. Понятно. Он даже без ТПшки ходит, он не рассчитывает на это. Сакса у него тоже нет ТП. Ладно бы какой-то дазл всегда с собой носил ТПшку, и на случай их подобных проблем бы выдвигался на миддл с ТП и мог бы как-то помочь. Саппорты не рассчитаны под это у 4CL. Они больше, скажем так, рассчитаны для нападения сейчас и только. А для защиты, если ты встрял, то извини, саппорт здесь тебе такой не поможет ничем. Очень жаль, что внизу нет сейчас Андайна, потому что Свинул Мелон сейчас дает прекрасный краш по Секси Бамбу, у того уже почти не осталось здоровья. Войд он дает, здесь проходит Рубик, немножко оттягивает, фейтболт, плюс еще пару тысячек с руки сзади. И никакая фласка будет, с него может отпиться, отправляется домой Найт Сталкер. Билетики, билетики в таверну выписываются в соответствии с уставом кондуктора, неважно. Пингвинщик наверху, что хочется отметить? Потому что у него, в принципе, есть кремов пейн. По крипам он проседает довольно-таки серьезно, учитывая то, что 30-43 крипа у того же самого Вайпера, 30 крипов у Думчанского, кстати, Дум, да. Ну, это килл, сопроцентный пайкат, вовремя находит. Даже ЕГЭМ такой, ааа, забирай, дружище, мне-то что. Фраг достается пайкату, и это очень интересно, Секси Бамбу под Смоком еще бегает. Чем интересно закончится, пока идет ночь, надо бы эту ночь хоть как-то реализовать, потому что у него ни одного ассиста нет, исключительно только его убивали дважды. Лимб стоял, чуял, чуял. Да, видели эти спреи, понятно, что он здесь фармит, но не успел. А вот в Миду у Никвы могут быть проблемы, потому что целых трое уже, ребята, из комплекции находятся здесь. Также должны комплекции понимать, что их спину могут обойти, потому что есть рядом ЕГЭМ и Секси Бамбу. Телепорт есть у Алхимика, телепорт есть у Квапы. У нее есть шестой уровень, и можно, в принципе, тетраться, потому что фармить ей особо не дают. У нее нету крипов, поэтому можно реализовать вставание по Дингау, соответственно, за счет неких фрагов. Но фраги эти пока что он не торопится делать, возвращается на свою верхнюю линию. Хотя, казалось бы, там Думы, и опять через Думы его могут забрать, этого молодого человека, который остыгрывает Капу, но... Ждем, поживем и увидим, как говорится. Секси Бамбу нажимает седую ночь, не только ей доверяет он, и выход будет ли в мид какой-нибудь. Пока что только лишь... Да будет, будет сейчас, там уже Секси Бамбу не стесняется, но сейчас пошла уже Найтмэр. Надо забрать Секси Бамбу, и не успевает за ВТП, ЕГЭМ очень вовремя. А, кстати, еще и вышку забрать можно, это весьма подходящий момент, выбрали порсер, чтобы закрепить свое преимущество вышкой. Сейчас на жадности могут комплексити несколько здесь пострадать. Раскручивает уже Стан Лим, приходит Смидул Мелонс на Нику, много дэмэджа сейчас сверху, может пройти, но... Да, его отдадут, но забрали вышку. Здесь с другой стороны и Форсел поступили мудрые, не стали принимать драку, уж тем более такую, особенно когда там Квапа с Соник Вейвом. Но что происходит сейчас? ЕГЭМ нагло заходит, приходит Пайкат, Соник Вейв, Чайник, Смидул Мелонс от Ханскина, пошел дальше, Ханскина он убил, Смидул Мелонс погиб, Секси Бамбу очень неплохо сыграно, Пингвинчик. Нету 8 секунд ТП-шки. Но стоит за ним вообще не бежать, он все равно уйдет. Да, но знаешь, в чем прикол? Я вот смотрю на раскачку Алхимика, и обычно Алхимики, которые играют, они там, да, играют через всякие там Радиенсы, Актарины и так далее, и так далее, и они начинают сразу же вымаксивать грит. Вымашивать пассивку, чтобы денег больше получать и так далее, и так далее. Мы видим, что этот парень играет через Спрей и Unstable. Это другой Алхимик, я про него и говорил, что это реально другой Алхимик. Это ближе, знаешь, Алхимик с Семисаппорт. Хороший, я люблю таких Алхимиков, я любил Алхимика Саппорта. Когда его очень часто юзали ребята с Юго-Восточной Азии, я его просто обожал, когда у тебя на первом левеле имеется такущие станции, с стольким дэмэджем количество. Это классно, не каждый Саппорт такой имеет. И мне нравилось, потому что этот Саппорт, он всегда имел деньги на что-то, он впоследствии превращался в большее, чем что-то, чем Саппорт. Или же очень много, а это мэфы как можно большее количество и как можно быстрее получал уже ближе к окончанию мидгейма. Там, допустим, Керасы и прочее, 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 прочее. Здесь он соберет, я думаю, что вот она медалька, да-да-да-да-да, именно так, и пойдет далее по схеме. А Вайпер, кстати говоря, вот-вот и получит Мекку. Это важный ключевой момент для 4CL, потому что у них уже все герои имеют 6-й левел. Если здесь мы видим, ну, только что 6-й получил левел, Анданька и Рубик до сих пор все еще 5-й, ребята сейчас из 4CL могут несколько пытаться за счет своих героев выехать вперед. Но в смоках ребята из комплексности выходят в свой лес и пытаются пойти, я так понимаю, поймать либо Саксу, ЕГЭМа, кого-нибудь из них, потому что они сейчас очень такая легкая цель ЕГЭМа, разумеется, не видно, видно только лишь Саксу. Хотя сейчас ЕГЭМ-то и заревилит все эти самые смоки. Да, он спрятался, Лимб начал раскручивать станы. Если... Ой, чайник, 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 чайник. Довольно опасно смотрится, Лимб получает... Ой, еще крипы подошли. Ну да, там уже чайник кончился, ЕГЭМ делает тэпаут, его там даже никто не заметил. Да, он стоял, стоял, думает, врываться, не врываться, а думает, а ну вас, знаете... Не-не-не, там врываться было бессмысленно, там даже никого не было. А вот за этот Т1 интересна будет генгидрация. У Пайката имеется дом, уличая нет чайника. Разбег от ЕГЭМа сюда же, но он очень долго будет бежать. Не очень, по-моему, я считаю, потому что сейчас позиция будет более выгодная. Вот смотри, сейчас, если под вышку зайдут и поставят там Томбу, хотя, знаешь, Найланд служит, Томба стоит, Мингвинчик очень много дэмэджа, Соник Мэйф успевает дать, потом врывается Севену Беллутс, и тут уже вот то, о чем я говорил. Но пошла Мека, Нико спасает свою команду этой Меккой, и вот как она оказалась решающей. Мелим погибает, Сприк погибает, ЕГЭМ Ханскина, это Тим Вайб, вот она решающая сила Мекки, друзья мои. Вот она. И вышка за командой 4CL. И вот они, 2005 золота, и вот нарастающий просто дум, лич, спиритбрейкер, все получили денежки и выбираются вперед. Очень мало денег у Сминдл Мелонзе, хочу вам заметить, у него 2 900 всего. Да, и ребята из 4CL очень хорошо, соответственно, зонируют эти драки, потому что то, что было сейчас, оно нам бы о чем говорит. Во-первых, о том, что грамотно сыграли в плане фокуса, софокусили тамбу и так далее. Так, кстати, у Пингвинчика сейчас был опять про его здоровье, потому что здесь ЕГЭМ, раскручивается лимпом вся эта фигня, Секси Бамбу получает по лицу стан, далее подходит Свин Мелон, краш по-двоим, вроде все хорошо. Уже драка идет не так, они фокусят лимпа, лимпа, конечно, фокусить было здесь довольно сложно, но дэмэджа много, и они сейчас займутся всеми остальными. Очень много раз фокуса, Свиндл Мелонз пока сделать ничего не может, он вроде бы станет, но дэмэджа больше не дает, приходит ЕГЭМ, и тут уже Нико, а Нико маны почти нет, и сейчас тоже будет немножко проблемно, а Мега-то была уже, но ЕГЭМ свое дело доделал, Нико от Фрик тоже, блин, 1200 хп, но тут уже Нико делает все, что мог. Еще очередной ваперстрайк, он уже здесь, да, не задайвили далеко, и Сфрик даже может погибнуть еще, да, и потом уже пингвинчик. И с Нико должен справляться, хотя жил довольно долго, трипл килл Нико, в первую очередь. И Стрик, Стрик, серьезный, 836 золотых монет получает тебе пингвинчик в конце. Да, значит, мог бы не убивать, смог бы пингвинчик отдал, но ладно, не, он фраг получил, и здесь посмотри на это. Это десяточка просто. Десяточка. Десяточка. Да, сейчас все горьи прям, знаешь, пока что 4CL все еще впереди. У Лимпа нужно ему получать айтемы, нужно получать деньги ему, и в первую очередь, ну, пингвинчику тоже, с одной стороны. И еще интересный выбор артефакта, за которым он все-таки будет обратить свое внимание. Здесь много чего надо интересного. Здесь Лимка даже может пригодиться, с другой стороны. Сайленс и прочее все, но БКБ я считаю, что нужно ему здесь, конечно. Агоним всегда являлся нейтральным выбором, от него всегда будет польза. Но, по-моему, здесь это все и сразу, но денег очень мало. Ханскин попадает под Сайланса, Секси Бамбу, погибает безоговорочно. Именно так. Тем временем, давай посмотрим ситуацию по ТВ-рам. В принципе, все Т2 Таура стоят у ребят из команды Комплексити. И один всего лишь внизу, но почти невредимый даже находится тоже Т1 Таврок. Тем временем, два Т1 Таура все еще живые у Кливеров. Ну и все Т2, разумеется, еще даже никто не трогал, но ветерок даже не дул. Такс, а что я хотел еще сказать по поводу некоторых айтем билдов? Во-первых, Пайкатище, который собрал себе Володю, в конце концов. Во-вторых, Сакс Алич, который готовит себе Аганиме, я так понимаю, потому что Мидас у него появляется. Игем также восполняет свой, как бы, недостаток фарма появлением Мидаса. Никуа, той самой спасительной мекой, которая позволила жить, поживать ребятам. Да, позволила им выиграть очень успешную драку, которая сейчас может оказаться вообще невозвратной. Пингвинчик, вот я смотрю на него появление Става в Визарде. Попытка ли это взять Аганим, что вряд ли, мне кажется, что это... Знаешь, даже, возможно, Юл здесь будет иметь смысл, что такое Сэвище. Да, было бы хорошо. Проблемы, тем временем, у Алхимика. Внизу он получил Дум на себе, но его регена достаточно художна. Ой-ой-ой, Ханскин, но он своровал Войта, не Дум. Обратил внимание на Найт Сталкера. С другой стороны, да, нечем потом конкретно сейчас зафиксировать цель у команды 4CL, но напасти не могут. Ну, попробуй что-то еще им сделать. Ой-ой-ой, Сакска. Забирает Инвиз прямо на глазах у Свиндом Мелонза. Ну, а тот отступает. Да, будет ли разворот, ребята, из... Я думаю, что они выйдут на бот сначала и попробуют там, если что, спровоцировать соперника. У них сейчас чуть время нужно, чтобы откатился еще Дум, минуту нужно. Поэтому сейчас конкретно не стоит, наверное, сейчас мувов делать 4CL. Они сейчас сильнее, это, видим мы, безоговорочно они сейчас в лидерах. Алхимику еще нужно много времени, чтобы фармить. И постепенным действием было бы то, что они занимали бы карту и больше уделяли внимание пушу вышек. Соответственно, пушем вышки, деремся. В идеале на это пайкату, конечно, иметь Брингдайгера. Но пока он еще его не имеет. У него, кстати говоря, здесь еще хедреска, морбид маск. Сейчас очень быстренько решатся проблемы с климат-контролем и с крэшем того самого компьютера, который упал у Слардара. Ну, понятно, пайкат у нас решил пойти, либо Владмир собрать с другой стороны. Ну, мне кажется, можно даже взять и собрать себе, ну, допустим, даже пайп. Ну, пайкат взял себе уже рецепт на Владмир. Как мы видели, если что, по поводу ему летит в курьере. Да-да, он летит уже. Ну, я думал, что еще пайп, в принципе, имел бы смысл, да, но как Владмир... Вполне возможно, да, но Володя уже готов, да, об этом мы уже говорили. Вот, сейчас как раз-таки наши администраторы решают вопрос этого самого компьютера, который крашнулся. Бывает такое, но... Да, сейчас там быстренько решатся. Но эти проблемы решаются очень быстро. И запасные компьютеры просто вставляются заново с диском, и все, идем дальше. Поэтому у ребят есть время передохнуть. Но такие проблемы случаются. У нас, кстати говоря, и я удивлен, насколько быстро решают такие проблемы. А, я тебе объясню. Все очень просто, на самом деле. Современные технологии, это же очень классно. Ты можешь купить себе, допустим, стандартные компьютеры, да, то есть, ну, вот какой-то стандарт. Ты выбрал себе какую-то там спецификацию. Далее ты закупаешь хоть там 50 этих компьютеров, подключаешь их к одной сети, если ты сам этим занимаешься, либо просишь в магазине конфигурировать, но это вряд ли как бы в магазинах такими занимаются. Ты их просто подключаешь в одну сеть, и дальше ты можешь взять один компьютер, сделать его эталонным, поставить на него там операционную систему, наборы программ, все, что тебе необходимо для всего этого дела. То есть, там, Steam, Dotco установить, браузер, там, все дела, что надо, сконфигурировать все правильно, да, там, TeamSpeak поставить и так далее, и так далее. А после этого взять и вырезать, ну, как бы взять этот эталонный, эталонную машину, сделать ее образом, да, сделать этот образ, который ты можешь потом устанавливать куда угодно. Главное, чтобы был шервачок маленький и подключение к локальной сети. Я видел, что у нас, скорее всего, так и сделано. Да, Windows Diplomate Service называется. Классная вещь. Я, на самом деле, узнал только, когда он пошел на курсы Microsoft'а. До этого я вообще даже не слыхал о том, что такие возможности имеются. И ты, короче говоря, за 20 минут, то есть, ты вот потратил час на то, чтобы сконфигурировать одну эталонную машину, а затем за 20 минут разворачиваешь все хоть 50, 60, 70 компов, и потом уже, опять же, ты можешь просто... Все, что мне надо сделать, как сейчас у нас, да, у нас вытаскивается одна коробка, ставится другая коробка, человек ее включает, заходит в свой Steam-аккаунт, и все, он уже здесь, и он уже реконектнулся к игре, пока я просто рассказывал о том, как это работает. Комплекс не готовый, я тоже предлагаю нам переключиться на уже самую игровую картинку. Картинка. Пойдет все интересно, у нас пушить фуш-сел собираются. Давайте вернемся в игру. Именно так. Владмер уже получил пайкаток, что дает саму курьера, и начинает, ребята, пушить. Все верно, алхимику нужно отрезать возможность фармить, пушить вышки и занимать линии. Это уже в начале ребята сделали то, что алхимик просто был уничтожен на линии вайперов, и сейчас недавно нужно давать поводов ему как-то вырасти за счет своей пассивки и за счет своих особенностей. Хотя в данный момент алхимик при таком раскладе с незамакшенной Гривлс Грейт, и в принципе при таких айтемах не тот, который имеет там, допустим, Радиенс и фармит как бешеный. Но да, он не так что-то. Это другой чуть алхимик, и здесь ему еще дольше придется стараться, как обычный фактический клаперой. Кстати, о комплексе-то хотел в смоках выйти на своих соперников и прижать их, потому что да. Да, еще и слушай, ТПшка идет сюда. Да, это немножко, если по времени не... Да, все хорошо, алхимик жив. По времени все неплохо пошло, и сейчас они находятся здесь, стану же лепить спайта, выху хочется добить, и убивает их лихуа. Чайник вошел с уриквей. Очень много дэмэджа залетело, очень много дэмэджа, и от чайника продолжает летать. Полепет, лиха находится под думом. Чайник все еще летает, чайник закончится, слава богу, не умер пока что никто из клеверов, но отправили в таверну уже с Лордара, уже к лапу. Далее раздвигать все ЕГМ на лимпа, лимпа не генерируется. Лимпа, но как же он захилил, он был с фриком, да, и лимп тем самым все еще жив, Канскин может погибнуть, и он идет до конца. Пайкат все еще здесь, вместе с секс и бамбу. Опять захиливает фрик, все это на луже происходит, и ГМ возвращается. Может, тут как-то удастся помочь, вот, задезеблить, может, пустят они хотя бы его или нет? Рубик возвращается в драку, между прочим, у него есть спелл стил, далее что-нибудь может взять для такого интересненького. Вот на этом драка закончится. Знаешь, 2 в 2, плюс байбэк от 2 в 3, даже плюс байбэк от комплексти, который сделал Рубик, это не тот результат, наверное, которого они ждали, хотя они под смоком заходили. Да, смок не реализован грамотно, хотя, с другой стороны, я думал, что как это будет, не зря была ТП-шка сюда за Т2, скорее всего, лимп просто был таким, знаешь, байт, ну, байтом. Ну да, его мгновенно не убьешь, это очевидно теми героями, что имеются. А плюс они эту вышку, пока вайперы бил, они уже напали, ну, знаешь, вот эту жадность, надо же добить. Пока он ее добивал, тоже могли там пару моментов упустить, ну, в принципе, я считаю, что 4CS играли великолепно. Линию не вернуть, а потери, в принципе, нормальные, адекватные и не особо, я бы сказал, что прямо от этого плюс комплексти ушла, хотя там действительно были все игроки в 4CS, они могли бы по-хорошему убить и больше, если бы это было возможно. Ну а, да, Квин оф Пеймем готовит его, Войтстон уже есть, Собио Маска тоже, потихонечку готовится этот артефакт. Пайкат, наверное, Блинк Даггер, что же еще? По-моему, Блинк Даггер будет весьма оптимальным решением, он сейчас за этим работает, хотя вижу, что у него плейтмейл появляется. Видимо, и без Блинка решил справиться и собраться исключительно для своей команды. Я так понимаю, будет Кираса, хотя и Шива тоже будет смотреться неплохо, хотя Дизейбла хватает, да, Кирасу надо, Кирасу, Кирасу, еще раз Кирасу. ЕГМ разбегается, но он не станет бежать так далеко, ребята просто переключаются на топ-лейн. Я так понимаю, пушить собираются еще одну линию, параллельно взять возможность там, например, сейчас получить хосту и кого-то еще цепануть. Но Кливера должны понимать, что они явно сильнее сейчас, что они в драках могут выигрывать просто на изичах. Да вот, пожалуйста, находится Винал Мелландзе, вот правда. Ага, вот все сыграно, ЕГМ великолепно. Он не стал подставляться под Слизерин Краш, который в итоге улетел в молоко. Они забирают Юло и Миншен Све оставляют Комплексити. ВП пишет, что да, но у него, походу, начинает такое... Ну, жаловался, пайкат, что прохладенько в комнате сейчас нагреет. Да, нормально. Прохладно не значит жарко. ВП. Ну, было действительно сыграно в этом моменте очень неплохо. ЕГМ реально не забыл про то, что это Слордар, и к нему вплотную лучше не подбегать. Ну, и забирает вышку. Забирает вышку Тер-2, Форт Сел. И дальше, наверное, Тит пока смысла особо не имеет. Можно, конечно, зайти на хайграунд, слегка там покрасоваться, а можно забрать и последнюю линию на карте, тем самым закрепив за собой преимущество. А далее мы также видим, что есть такие герои. Ну, допустим, сейчас... А я хочу обратить внимание на билд, айтем билд Лимпа. Он забирает себе с Теснабринг Даггер. У нас самый алхимик, да, алхимик с крестом, с блинком, у которого грид до сих пор вкачан на единичку, и разумеется... Вот если бы алхимик был саппортом, это было бы классно, потому что на роли кор-героя, или в данном случае мидера, находилась бы какая-то ВР-ка, это было бы лучше. Это было бы больше, минус армора от Слордара, алхимика и так далее. У него пока нет дэмэдж-айтемов, которые бы вот реально они с руки бы давали под хорошей скоростью атаки у него этого героя. Более того, алхимик, как и Нага, один из тех самых саппортов, которые могут выходить в лейт в случае чего. То есть, когда уже ты насаппортил своим кором так, что они все там имеют все, что надо, так, Дум у нас в проще... На смену Балунзо он уже оказался отрезанным от своей команды, и про него можно уже забыть. Да. Дум можно было, на самом деле, не тратить. Кстати говоря, еще секси-бамбу, пошла ночь. Ханскен. Ну, тут уже Нигу находит, но он будет атакован. Ханскен получает заун. С другой стороны стоит там, а и дипромыш он не плей. Кстати говоря, Вайперстрайк он украл, он сейчас может его скастовать. Приходит ЕГМ, Вайперстрайк летит на пингвинчике. Тот дает ему в ответ. Ханскен его дает. На ветрах пока подбросили. Чайник летит. Чайник смотрится неплохо, но там еще зомби. Вот именно по зомби он летит. Вот что неприятно, этот чайник, конечно, контролируется тамбой. Да, тамба упала. Да, и дальше нет смысла идти, хотя... Езофрик может ДКМ раньше дальше дамажить, конкашен есть, через одну секунду раскручивать ее лимб. Лимб сейчас разверется, даст ее по Пайкадичу, и это просто такая самая конкашен, чтобы, знаешь, отойти. Придержать, отойти, отблинковаться, как-нибудь пытаться отсюда смыться по-добру, по-здорову. Undying 2300, он, кстати, может себе взять, не знаю, блинк взять себе, или грязы, вполне спокойно, рейт-кликом купить. Более того, я ждал от него какого-то, на самом деле, резисток к физерону, да, то есть, там, что-нибудь типа из серии, там, Кримсон Гарда, такого классического, который на даннингов собирается, или что-то в этом духе, но пока что мы это не видим. Сэнч Яшу готовит к себе появлению Вайпера, значит, я не могу объяснить то, что у него сейчас происходит в инвентаре. Гардиан Гриф все-таки себе забирает. У нас Зетфрик. Далее глядим на все остальные айтемы. Мы понимаем, что у Дума, пока что, ничего больше интересного не имеется. Лич потихоньку выфармливает Амородофейтас, ибо никакого другого объяснения появившемуся Виталий Тибустер у него в кармане я найти не могу. Думал, может, аганим какой-то будет у Саксона. Да не, Вангуард. Вангард? На самом деле классная штука. Очень классная. Тем более, что Лич этот саппорт из серии «Теперь еще попробуй меня убей». Он переживет очень многое, и много гадостей сможет сделать. Хотя на самом деле, будь у него больше таких, знаешь, активно полезных скиллов, а не нюк и чайник, это было бы лучше. Да, ему бы нужно было как бы... Да, он бы смотрелся неплохо. Был бы смысл, да, что называется. Да, был бы смысл тогда жить в драках как можно дольше. А так лишний нюк дать не всегда бывает полезным, хотя и почему бы и нет. Ну, знаешь, а постоять, поразвешивать броню, это что же... А вот так заранее ее развешивают, заранее, обычно. До драки, это опять же время есть на это. И под смолком команда Complexity идет на разведку. Вполне себе... Ну, скорее всего, они просто планируют, да. Они планируют то, что на Свину Меллана будет нападение, учитывая то, что он пару раз подфидел, типа из серии... Даже, знаешь, даже, может быть, нападений не будет. Они просто хотят... Под смолком, чтобы наверняка. Потому что видим, где находится команда Purcell. У них есть вариант забрать Рошана в этот момент. Могут потратить свое время на это, не депать Т2, а забрать Рошана. Сто процентов. Зато потом надо будет Таи 100% реализовывать. И иначе, ну, смысл Т2 за это отдавать. Да, кстати, даже вот смотри. Пошла реакция. Перепорты очень-очень наглые. Да, не стали депать, не стали хрятать. Проблемы будут... Потому что, кстати, Бамбур не дал Сайден, смазать фрикон. Итоги его получают. Далее, проблемы... Ну, вроде как, был Соник Вейв. Довольно-таки неплохой. Дальше Гринзы в исполнении. Где Тамба, Тамба, Тамба стоит. Улетает Чайник. Довольно-таки неплохой. Опять же, по Замбаку будет ротклиняться. Никва полетел домой. У Секси Бамбу также прямо со здоровьем, потому что его уже двое пытаются фокусить. Сакс, а сейчас еще живет. Сакс, а что смысл в том, что он живет в раздруге. Даже накидать особо таки не может. Минус три уже в исполнении комплекса. Кидали на Секси Бамбу. Происходит атака. Хватает его и... Далее, его жадность. Да. Дыпать вышку в такой ситуации, и причем так глупо нападать на соперника, это... Это просто забей. Я бы назвал их бессовестными после этого. 3 500 получают голды за это комплексити. 3 500. И это при том, что у них еще и Алхимик, и Вайпер. И про это, может, не знаю, забыли или нет, но они теряют Т2, получают 3,5к голды на халяву. Лучше бы они забирали Рошана. Серьезно, лучше бы они забирали Рошана. Это было бы полезнее хотя бы как-то на перспективу. Но сейчас я бы это назвал, не знаю, но это... А что это провал сегодняшнего дня? Да. Конкретно момент. Ну, конкретно момент, да, у нас пока что на самом деле только лишь третья карта за сегодняшний день, так что второй был по два матча. Может быть, будут еще и провалы посерьезнее. Кто знает. Обратим внимание на этом билд, заглянем, что у нас здесь да как. В принципе, на EGM потихонечку формить себе Кирас, как я понимаю. Ну, а Пайкат тогда что делает? Нет, Пайкат Кираску или Пайкат Шиву? Пайкат Шиву, один... Ну, один Шиву, один Кираску. Да, Пайкат решил Шиву, да. Решили вот так вот сделать. Хотя, в принципе... На самом деле, Пайкат, он гораздо дольше, во-первых, живет в Драке. Да, да, да. Во-вторых, да. Спиритбрейкеру можно взять, потому что он как... Ну, знаешь, они оба как инициаторы выступают, хотя здесь без Киринка Пайкат. Спиритбрейкер в большинстве случаев просто залетел, там дал все, что надо было дать и умер. А Пайкат живет в Драке и живет гораздо-таки дольше, чем Спиритбрейкер, поэтому ему бы, на самом деле, Кираска здесь зашла гораздо... Ну, в принципе, решение игроков я осуждать не стану. Я считаю, что в любом случае ребята сделали выбор правильный. В любом случае есть два плейтмейла. Это то, о чем я хотел сказать изначально. Ник, вот, соответственно, Сенч Яша, Мека, все, мы это уже видели, стоит тысячу раз. Ну, и, соответственно, Алхимик, Алхимик Сенч Яша себе выхаргает, наконец-таки. Пошел фарм, Гривилс Грит уже в четверочку, и все у них хорошо. В смоках команда Комплексити пойдут ловить Пайкат еще в первую очередь Пайкат взял себе Шиву как раз-таки, то есть Кираса будет назрел на... Она добавляет ему маны, что очень неплохо, впоследствии может оказаться тогда, когда у него будет еще и рефрешера. Это приятное приобретение. Смок пока что не ревелился, и ребята из четырех клеверов Лепрекон отправляются к Рошану прямиком туда. Секси Бамбу получает броню у себя. Больше брони мне нравятся те самые крепы, которые мы берем, ну, у ЕГЭма сейчас возникнут проблемы довольно-таки серьезные, потому что вокруг него находятся комплексы, и, господи, ты, боже мой, они его не видят. Четыре-три-две. Вылетает он, Стейбл Конкашн, дальше Солар Крест отвисит на ЕГЭме, но да ладно. Бэйтбол отлетел обратно. А, не Солар Крест разве, извините. Лотосорб, он забрал, конечно. Хороший артефакт, это же для инициатора. Я и хотел сказать, что как инициатор, наверное, лучше иметь Лотосорб. Ну и Рошана забирают. В этот момент в четыре там находится в Рош-пите, четыре человека, в меньшинстве ребята будут примать, так, слушай, стриик! Тут у нас может встрять, но он ставит томба, отступает в Виндл Мэл, он цепляет лишь только Нико. Нет, 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 комплексити. Дальше идти не станут. Очень такой. Ну, кстати говоря, вайперстрайк, хоть и Рубик своровал, наверное, ждали, поскорее бы подраться. Хотя, знаешь, у него больше ничего не своруешь. В любом случае. Так что, да. Продолжаем разговор. Вот могли бы доранее взять Аегис. Вот сейчас, вот в такой ситуации, Кримс Вангуард, конечно же, в личам апгрейдит он свой Вангуард. Так что полностью играют, стараются на команду. Ну и в целом такие айтемы появляются очень даже замечательные у всех. И что-то должно явно появляться у Нико. Но так как герой уже потом впоследствии имеющий не самый высокий мувспид, и не так много фармит он на карте. Нет, сплэшак какого-то серьезного. Так, Степ, у нас Виндл Мэлл будет ли разбег или Егену собирается отменять? Они просто стягиваются, я понял. Просто так. Секси-бамбу. Кстати, сейчас с Аегисом они именно в лоб могут идти и спушить Т2. Т2 и, вероятно, Т3, если спут, смогут нормально подраться. Преимущество у них не такое уж и серьезное, на самом деле, для 30 минуты, хотя, ну, 5000, неплохо, неплохо. Ровно 5000 по деньгам. Там деньги немножечко распределены, и чуть иначе, поэтому... Поэтому, да. Свиндл Мэлл получает себе в дуум в лицо, дальше разбег от Егема, и он отправляется уже в таверну без всяких там шансов. Ондайн дропнул тамбул, все хорошо, Чайник полетел. Вот он и Кримсон Гард. Ребята, с Келлеверов неплохой, Сониквейк с одной стороны, с другой стороны Чайник все еще продолжает летать, дамажить, дамажить всех ребят из Комплексити. Ханскин получил разбег от Егема, и отъехал в таверну. Еще один персонаж, он же Секси Бамбу. Это фулл, мэлл, это фулл, файв, мэн, дэйв, мэйв. Так и есть. Хорошую, опять же, пользу принесла БКБшку Секси Бамбу. У Нико, в принципе, опять же, была Мека. Кримсон Гвард свою задачу выполнил. Та сборка артефактов, которая имеется в Фортселл, полностью сейчас помогает им... Ну, это иными словами, артефакты исключительно для драки. Командные драки. Пятером. Не какие-то индивидуальные. А вот для полной вот такой вот пятером драки. И они в таком случае становятся максимально полезными. И вот результат у вас на табло. Минус пять. Я даже в Патрикап не стал показывать, потому что думаю, что сейчас, возможно, все прямо здесь может и закончиться. Хотя очень много ресурсов было потрачено, но сейчас через 30 секунд будет чайник, через 30 секунд будет дух. Они могут даже здесь повторить это, если это будет нужно? Да, да. Именно об этом я и хотел сказать. Сейчас, может, еще и Ханскин нацепит. Но, по крайней мере, две стороны падают. И ребята из Комплексити, и это, как бы, вот. Первую карту напоминаю вам о том, что Комплексити... Ой-ой-ой. Это даже можно назвать провокацией. Они могут сейчас вернуться. Чайник через 10 секунд. Нужно лишь только подождать. И великолепно сыграно. Хороший Lotus Orb. Егэм вырывается, раскидывает всех подряд. Лишь бы жить, должен Пайкат. Мека пошла. У него Дум будет буквально через 3 секунды. Он все еще жив. Погибает уже два героя команды Комплексити. Чайник летит, и это GG. От команды Комплексити. Хорошая сыгранная игра от 4SL. И хорошая игра картефактов. Я хочу добавить, что это потрясающий матч. Вот, друзья, это было великолепно. Да. И именно так, и нас ждет вторая игра, которая будет как раз таки после, наверное, минут 5. Да, ребята сейчас сделают небольшой перерыв. Опьют водички, соберутся. Может быть, даже разберут какие-то ошибки, какие были. Многие из игроков, я видел, сейчас уже, может быть, скорее всего, будут открывать реплей и смотреть какие-то.